Продолжение следует... Хорошо вопрос. Я скажу так. На Питер ТВ у нас есть один источник, как подтянуть аудиторию. Подтянуть в смысле не сделать больше, хотя это тоже важно. А я имею в виду подтянуть в уровне восприятия, в запросе на качество коммента. Хорошо. На нашем уровне и на объеме тех ресурсов, которые есть у нас, это интерактив, это вовлечение их в генерацию инфоповодов. Потому что очень часто люди к нам вращаются с проблемами, они не могут связать двух-трех слов. Вот, меня обидела прокуратура. Приходишь, оказывается, это не прокуратура, совершенно осветственный комитет. Мы говорим, господи, меня обидела исполнительная власть, чиновник какой-то администрации района. Приходишь, это депутат МО какого-то условного. Люди не понимают каких-то простых связок, кто губернатор, а кто глава ЗАГСа. Очень многие не видят эту разницу. Когда их вовлекаешь и делаешь их авторами, они начинают хотя бы пытаться... Разбираться. Говорим, изложите свою проблему логически. Мы максимально стараемся подтягивать генерации инфоповодов, своих тем и своих проблем. Они становятся немного журналистами, они становятся немного ньюсмейкерами, и человек уже как-то себя по-другому ощущает. Конкретно у нас других ресурсов подтягивать аудиторию пока нет. Пока что во многом мы за ней идем. Слушайте, ну пока то, что вы сказали, вообще требует какого-то ликбеза в рамках городских СМИ, чтобы их читатели, зрители, слушатели вообще понимали, о чем идет речь. Журналисты приходят, о господи, закончившие выпускники всех наших трех вузов, которые, по-другому, не могут назвать не то, что имена вице-губернаторов основных. Ты им говоришь фамилию? Они говорят, а кто это, а что, а почему, за кто отвечают? Потом пишут про выборский район. Оказывается, что это выборский район Ленобласти, хотя они пишут, что это выборский район, который вот у нас тут под Калининским. Классальная проблема. Это действительно колоссальная проблема. А означает ли это, что нужно образовывать журналистов в процессе, в момент работы? Или все-таки есть вариант найти грамотного специалиста? Грамотные специалисты на рынке есть. Забавную специфику сейчас заметил, очень веселую. Вешаем вакансии, раскрываем. И вот присылают резюме от отклики на вакансии. Ты смотришь, студент, который доучивается пятый, там, последний курс. У них всегда зарплата вот такую хотим. Потом тебе пишет человек, это статистика четкая, который 3-4 года как выпустится. Он пишет такой, хочу большую зарплату, но реалистичную. А потом пишет человек, который вот уже годика 4-5 выпустился, и вот он уже просит то, что есть на рынке. Да, это какой-то парадокс, но он есть. А второе, я за то, чтобы подтягивать еще с момента первого-второго курса, сейчас у нас в коллективе тоже около 20-30 человек. У нас, наверное, половина – это ребята, которые пришли на первом курсе на практику, остались на второй, на третьей, четвертой, пятой. К четвертому, пятому они знают и наш формат, и стандарты журналистики основные. А мы тем самым тоже подращиваем себе в коллектив людей, которые, как выпускники, будут просить уже не самые большие зарплаты. Они у нас поработали 4 года, они понимают, что к чему. Стас, для того, чтобы делать деловые новости, бизнес-новости, отражать грамотно бизнес-процесс, какое нужно иметь образование – экономическое, журналистское, техническое? У кого лучше всего работает глава? Чтобы делать хороший бизнес-новости, нужно иметь просто логику мышления. А логика мышления может быть у филолога, который одну диссертацию написал. Ну, какую диссертацию, ладно, диплом. Он уже научился выстраивать последовательность. Знаете, вам так вот нравится «Бизнес.ФМ», и вы с интересом слушали Тамару Баеву, нашего первого спикера сегодня. Я открою маленькую тайну. У нее первое образование – это математическое образование. Шикарно. Видно, очень умная и прекрасная женщина. То есть все-таки те науки, которые голову в порядок приводят? Нет, нет. Просто можно даже не иметь законченного лучшего образования. Если ты знаешь 3-4 простых правила, как в журналистике делается, как не делается, два источника, проверить информацию, а не говорить о факте, если он неподтвержденный, а что за чем следует, что подлежащее, сказуемое, а не в такой последовательности. Новости ты уже сможешь писать. А вот аналитику деловую, а вот уже какие-то более публицистические форматы, конечно, здесь уже специалист. Мне нравится формат, когда ты берешь выпускника финансового, чего-то бизнесового такого, да, там у нас был опыт неплохой, либо когда у человека есть узкая специализация. Вот он нефтяник, он будет, конечно, шикарно писать про энергетический рынок. Человек поработал хотя бы в пресс-службе ЖКХ комитета, он будет экспертом в блестящем сфере вопросов тарифов, энергетического движения. То есть раму нужна специализация? У новостника нет, у автора настоящего, узкого, конечно, да. Редактор субтитров А.Семкин